Крутилкин, ты это, детективы любишь? Это Вертелкин, где сыщики, улики и это, элементарно! Ну да, Крутилкин, чтобы детективом стать, надо с наукой дружить! Точно, Вертелкин? А как это, с наукой дружить? А вот так, Крутилкин, набрать в поиске Ну и Ну! И слушать наши с тобой Ну и Ну! Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным! А теперь детектив! Детское радио представляет Железнодорожный детектив Или приключения сыщика Симафорыча Дело номер 31 Синий шар Здравствуйте, Стрелка Семеновна Ужас, шеф! Просто ужас! Мне машинист экспресса только что сообщил, что на платформе видел мальчишку с воздушными шариками Стоял на краю платформы Вот вам и здрасте, Шерлок Симафорыч! Подробнее, коллега, зачем стоял, почему шарики? Непонятно! Поезд быстрый, платформа пустая, вокруг не души А потом через некоторое время вдруг музыка Музыка? Да, такая. Разберемся и с музыкой, но позже. Сейчас, Стрелка Семеновна, поезжайте туда. Вдруг найдете что-нибудь, по горячим следам, так сказать. Железнодорожный детектив или приключение сыщика Симафорыча. Да, Стрелка Семеновна, слушаю. Нашла. Я нашла на перроне шарик. Синий. И он не улетел? Да, так он лопнутый. Рисунок не разобрать. Я узнавала. Таких шариков в каждом киоске. Ну и мальчиков маленьких, полгорода. И никаких улик больше. Все. Привезите шарик. Вернее, то, что от него осталось, в офис. Посмотрим. Железнодорожный детектив или приключение сыщика Симафорыча. Шерлок Симафорыч, вот. Смотрите. Я еще и целый купила для сравнения. Так. Ага. Что, Шерлок Симафорыч, не найти? Дело труба. Сейчас пара эсмэсок. И что, Стрелка Семеновна, дело труба, говорите? Неужели разгадали? Дело на одну ириску? Пока еле поняли, кто и что там делал с шариками? Нет. Обошлось без ириски. Проще. Я отгадал эту мелодию с одной ноты. Какую мелодию? Ту, которую вы слышали. Ничего не понимаю. Отправляйтесь в школу и найдите третий Б-класс Артем Лежнев. И это, но... Да, это он. Юный музыкант. Играет на трубе. Но как, Шерлок Симафорыч? У нас же с вами кроме ошметков от шарика ничего не было. Как? Элементарно, коллега. Но, надо сказать, вы мне очень помогли. Очень. Вы нашли шарик. Ну, тот, который лопнул. Вот, смотрите. Обычный шарик. Маленький. Попробуйте надуть. Все. Больше не надувается. То-то и оно. Тот, что лопнул, был надут явно сильнее, чем следовало бы. И это была главная улика. А еще мне очень помогла музыка, что вы услышали. Ведь это была труба. Да. И вы это связали в одно дело? Трубу с шариком? Вы гений, шеф. А дальше? Дальше уже совсем просто. Трубач, даже маленький мальчик, имеет весьма развитые легкие. И вполне способен надуть шарик до больших размеров. Но в нашей музыкальной школе класса духовых инструментов нет. Но я знаю одного старого преподавателя, который дает уроки игры на трубе. Я ему написал, и он мне рассказал про Артема. А зачем ему вообще шарики понадобились? Он просто любитель шариков? Не совсем, коллега. Шарики ему посоветовал надувать учитель, чтобы развивать легкие. Артем так и делал. Но потом ему, видимо, стало скучно, и он решил эти шарики еще и запускать. Ну уж я найду Артема и объясню, как это опасно. Поезд летит с бешеной скоростью, а он мало того, что стоит на краю платформы, что запрещено, так еще и шарики отпускает. Но вы... Класс, Шерлок Симофорыч. Как вы это все раскрутили, сидя в кабинете? Во всем главное что? Правильно, верно настроиться. Так и вышло. Дело на одну ноту фа. И никаких рисок. Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Продолжение следует.